сейчас походу что-то начнется чувствую будет интересно в общем у нас related по-моему на заднем фоне что-то горит или кого-то горят или у кого-то припекает слава богу я уж боялся что черный экран будет преследовать меня все время бывает такое знаешь что игры вылетают как-то ведут себя неправильно но в общем у нас сегодня игра похожа чем-то правильно на фрэнбол у нас было много разных игр а стилистика которых как раз не переплеталась но до самой фрэнбол к сожалению насколько я помню никто еще не дорос давай проверим может быть related сможет нас чем-то удивить приятным какие скулы да я знаю что многие мечтают о таких скулах джессик фух какой жуткий сон надо сначала выбрать для него голос да или или и будем вот это вот голоса там менять там что-то делать ладно разберемся так спаси меня написано нацарапано хочу сказать хочу заметить нацарапано кровью но не кровь в смысле нацарапано то есть ты понял короче кожу раздрали и теперь там будет такой шрам или это не совсем сон а так подожди мы спим с тобой нет ну не мы с тобой в смысле ты поняла какая забавная желтая тачка мы на месте зачем вам нужно в эту глушь тут поблизости ничего нет один заброшенный приюта и только ну вообще у таксиста наверно другой должен быть голос а на пробел нажимаешь короче она чет не проходит мне нужно кое с чем разобраться говорит джессика давай скажем ну вы там это осторожней короче здание-то не новое глава 1 все возвращается пока такое знаешь не очень торопливое начало но мы разберемся говорят что она проходится где-то минуток за 40-50 а миловидная башня мне нравится такой стиля ксмиковой платьице осиная талия все как вот любят современные девочки из инстаграма что у нас здесь это типа инвентарь хорошо как ходить радость а так тут можно клавиатурой в принципе и не пользоваться похоже ворота закрыты нужно поискать другой способ туда пробраться давай поищем она похожа знаешь на кого из биошока помнишь там как звали эмили не мили лили ну девчонка которая была там на которую все короче потом на она всем очень нравилось кажется а в кустах что-то есть что ж там есть кустах трава наверно не мазь да я если что пошутил кажется в кустах что я понял давай иди сначала до кустов и там вроде как пассатижи или что-то похоже бери давай отлично кусачки как вы тут оказались ай хороший вопрос как же они тут оказались она стала практически так как можно увидеть как становится большинство барышей из инсты да вот эти вот оттопыривание ручки на талии ножки нормально нормально но ходит она как-то прихрамывая то есть какая-то проблема есть определенная либо натерла обувь либо что-то физиологическое ну я думаю нам расскажут как по первому взгляду мы же видим с тобой чё куда и как значит не трудно догадаться как попасть внутрь ладно стоит осмотреться если мы ходили налево то почему бы нам не пойти направо может быть там что-то есть полезное с виду так смотришь дверь как бы заколочена давай 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 пока доковыляет не очень быстро я понимаю все понимаю или нам сюда надо было изначально может быть может быть а ну понятно ну логично я даже особо не проверял входные двери главные типа заперты там никак не пройти не открыли ничего не сделаешь а что мы можем сделать здесь так надо перетащить нет надеюсь эти кусачки еще на что-то способны твой хуяч а даже так отлично тут видишь надо много раз так вот долбить и с помощью таких нетрудных несложных манипуляций телодвижений можно открыть себе дорогу дальше вуаля вот мы исправились и на этом у нас все спасибо ребят что смотрели с вами был брэйм все хорошего подписывайтесь пока пока а шутейки ебта что-то как-то много шуток пошло у нас с тобой в начале игры в начале серьезной игры хочу заметить джессика учителя опять жалуются что ты разговариваешь сама собой да но послушай я знаю тебе пришлось не сладко ты была совсем маленькая и должна ничего помнить это все твое воображение она не настоящая бесчувственный болван он даже на нас не смотрит это ты виновата в том что мы тут оказались мы же договорились быть нормальными но знаешь это ты лезла без очереди вечно не даешь мне отвечать на уроках все знайка джессика ты опять меня не слушаешь мне тоже хочется свести наши встречи к минимуму давай договоримся ты постараешься контролировать свое воображение мы больше не будем докучать друг другу хорошо мы постараемся джулия типа раздвоение личности понятненько что значит мы попростите сэр я постараюсь что же ладно иди на обед а то опоздаешь странное лицо общего психолога такое впечатление что взяли ребенка и ему при фотошопе ли лицо мужика ну нормально это психолог это окей значит мы перемещаемся а в детство нашей главной героинь суп никто не любит я тоже не любил супы в детстве ник мне кажется вообще из детей никто не любит там этот лук плавающий для деле вот не об этом сейчас не об этом бе похоже это вчерашний обед перемешку с ужином ну такая вот каша мала шоколобатина это нормально как хочешь но я эту дрянь жрать не буду предпочтешь голодную смерть у нас тут только небольшой выбор еды точнее его вообще нет ну почему же а можно на энд руки сомневаюсь что там хоть что-то и достанется это все персонал новинника все самое вкусное себе оставляют похоже у кого-то есть идея да но это глупо и опасно пробраться на кухню ты что это отличная идея просто нужно быть аккуратными ну вот почему мы не можем думать отдельно теперь осталось добавить оборовство в наше дело и удочерение нам не видать да ладно это ведь твоя идея если бы кто-то и хотел взять себе ребенка в нашем приюте мы бы все равно оказались конце списка теперь у нас новый участник чата желудок похоже желудок за эту идею ну тогда вперед хули мы сидим то так давай смотреть а значит желудок джулия и джессика хотят жрать значит нужно что-то с этим делать большая часть детей уже пообедала от такого варева все наверняка сидят в туалете ну им как бы понимаешь дорогая не перебирать харчами вот что дают то к сожалению приходится жрать больше да я понял понял фу-фу-фу еще раз фу а что я могу тут взять к девочке так ну давай сначала налево пойдем а подожди там кухня стопы мы еще успеем на кухню с тобой сходить я думал что наводя на персонажей я смогу с пообщаться но видимо пока нет что инвентарь мне скажет ничего в инвентаре ничего нет ладно а стрелочками можно ходить стрелочками ходить нельзя а в садовская раскладка также не работает жалко он пирожок ха пацан хавает смотри а ты говоришь плохо все пирожки то наверняка нормально с него как во фрэнбоу было или это где фрэнбоу нет это было в сале крымсале там колбаса была помнишь из кого так туда нельзя туда нельзя тут взаимодействия нет то есть я в принципе зря шел смотри вон там где мальчик хавает пирожок там что-то нацарапано там что-то нацарапано r плюс а то есть на скамейке может пасхалка не знаю не знаю этот маль а я думал это сначала под знаешь как в анимешках или в мультиках показывают капельки смущения там смущение разные эмоции видео таких вот капли вот тут примерно такая же хурма ладно погнали наш любимый супчик судя по объемам нам предстоит его жрать еще как минимум два раза еще может крутой за раз мог бы уплеснуть такую с черпаком прям мы не можем просто взять и войти а что нам надо блять сделать особо приглашать а этому хлебу как минимум неделя может пригодиться ну да голубей убить нахрен можно таким хлебом хлеб которому неделя мне кажется что хлеб который даже пару дней хранится недолжным образом он уже покрывается пылью уже характерный запах имеется а я должен что-то сделать сюда бросить хлеб нет но слава богу слава богу а что тебе надо сделать родная что я а о хорошо у нас местный самурай готовит еду но сушить что-то я не видел повар сейчас совсем один нужно его как-то отвлечь и проскочить на кухоньку так а что у него тут что то по вам понятно а только не говори что мне надо ему хлеб дать повар такой противный какая еда такой и повар но смотри ну да и без шапки конечно и без перчаток скорее маски тоже нет но визуально вроде не та шаромыга которая была помнишь у нас в сале кромсале там блять и прыщи сука валдыри фурункулы хуюнкулы все это было и прямо туда вот в эту кубу аж противно нахуй возьми этот хлеб и не знаю на тебе надо хлеб посмотрим как он вам пона хэдшоу идеальная меткость получено достижение идеальная меткость скорее давай спрячемся дабл клип чтобы бежать серьезно а куда куда бежать таро походу сейчас там пизделит кто тут едой разбрасывается сейчас я надеру твою задницу сан блять а я не успел спрятаться слышь а нет успел походу бля у него такие говнодавы модные стильные все дорога на кухне открыта и странно что никто из детей как бы на это не среагировал никто не забегает вместе с нами нам нужно срочно забежать на кухню пока повар не вернулся давай повар долбоеб если есть кто внутри да я не могу поверить что мы сделали это теперь нужно как можно скорее найти чем подкрепиться и бежать гора кастрюль совсем пустые что это что тут у нас давай посмотрим поближе нажмите внизу чтобы уйти ветку пришел а благотворительный фон детские улыбки директору детского дома дугласу макдауэлу уважаемый дуглас макдауэл наш благотворительный фон детские улыбки с радостью сообщает вам об удовлетворении прошения о помощи вашему учреждению наши спонсоры посчитали сумму пожертвования приемлемой отныне мы будем оказывать регулярную финансовую поддержку тридцать девятый год благотворительный фонд 16 мая понятно детские улыбки мы также надеемся что ваш подопечный оценит наш маленький подарок в виде нескольких коробок разнообразной вкусности ведь детские улыбки это самая прекрасная вещь на мы очень рады что ваш приют теперь на нашем попечении благодаря таким людям как вы дуглас дети без семьи могут почувствовать любовь и заботу которой им так не хватает спасибо что делаете их жизнь лучше надеемся на долгосрочное сотрудничество оливия уайт оливия уайт я помню я смотрел доктора хауса там благо актриса с таким же именем и фамилии да это интересно любовь и заботу они точно говорят про нашего директора не знаю скорее же давай откроем ящик так но открывай а где он очень блин ящик то наверное там наверно повар сука все припрятал понимаешь чтобы полакомиться что это такое это конвектомат по моему да зачем повару мука если мы едим одни супы я тебе говорю джули алё гараж там сидел мальчик у которого там а плюс r было написано он жрал пирожки блять а пирожки делаются как раз из теста понимает и хлеб твой тоже делается из теста но ничего страшного пирожки кстати есть это мне пригодится посмотри на отражение мы такие широкие сестра сестра я спряталась за шваброй дайте меня сестра не отвлекайся мы на важной миссии блять ладно так окошко надо смотреть на улице никого естественно всех повар испугал а где ящик что-то я не understand подожди мы это посмотрели может я чё-то не вижу а блять это я думал это тумба ебаный свет wild honey и wild honey bigger meter bigger better блин а круто звучит привет сами bigger better better bigger можно и так и так так медовый батончик какая вкуснятина но учитывая что они тут этот ни хера не пробовали нормального принципе да то даже такие вещи я сомневаюсь что кто-то детям это вообще бы дал в принципе судя по еблету повара и по его размерам то как бы понятно куда уходит весь этот все подарки от меценатов клубничный джем последний раз мы его ели никогда я все равно его уже люблю ты только посмотри сколько печенья будем ждать пока нам его раздадут или все-таки украдем судя по дате на письме этот ящик тут давно стоит не думаю что они собирались нами делиться если мы возьмем что-то с коробки они сразу заметят никогда не видела таких конфет скат херн найт окей golden apple клубничный джем последний раз подожди про клубничный джем мы уже слышали куки ты только посмотри сколько печенья так и что и что дальше пирожок а можно взять пирожок и намазать его вареньем не думаю что это хорошая идея вообще блять заебись согласись идея то есть тебе не надо как бы всю банку брать ты открываешь только крышку туда пирожочек хуяк макнул съел и все ну подумаешь там когда фасовали немножечко не доложили и но девочка наша не догадалась эти игры это схема блять схема на миллионы нет не хочешь этого ничего делать медовый батончик но она короче не берет ни хера видишь я только могу так проклацать и все и чё дальше фу внутри мойки все в жиру это плохо это херово так и чего что будем делать а пирожок не хочешь за это самое не выходит он не должен выходить он должен заходить в тебя а потом уже без нас он должен выходить понимаешь пирожок у нее блять не выходит ах ты ж твою мать а может она должна его как-то переположить там хер его знает гора кастрюли ну смотри эти кастрюли как бы чистые да там вроде не найс мойки все же ручит я не понял подожди а чем не надо делать хавку брать нельзя типа спалят очередная порция супа о подожди он бесконечен может туда что-то бросить надо не выходит ну ладно допустим так пирожки чайник посмотри на отражение мы уже посмотрели с тобой на отражение не так-то уж нельзя мне кажется все-таки пирожок надо во что-то макнуть можно уйти отсюда можно выйти вообще во двор может я что-то во дворе забыл ах ты дрянной мальчишка думаешь это смешно не успел чемодан разобрать а уже хулигальничаешь блять отпустите меня я ничего не сделал посмотрим как ты запоешь оставшись без обеда мразь аригото ублюдок все у нас теперь по ходу нарисовался новый друг давай посмотрим нужно кое как его утешить ну естественно пирожком не своим а хотя бы тем что спиздили давай дадим посмотрим привет малой эй здорово тебе досталось да те вломили пизделей походу но прости это наша вина наша но тут больше никого нет то есть пока дико так это ты бросалась едой в повара он же совсем озверевший ублюдок накинулся на меня я не думал что кто-то может пострадать я просто хотела пробраться на кухню и стащить что-то съедобное здорово теперь я без опеда поверь ты немного потерял ты новенький да меня зовут джессика вот держи пирожок спасибо я томас как дела наслаждайся обычно нам такой еды не достается это пирожки с яблоками на мои любимые моя бабушка бегла такие же что такое она умерла бабушка была единственным человеком который был добр ко мне родители я бы все отдала чтобы хоть глазком взглянуть на своих родителей я так понимаю что в этом приюте собирают детей из проблемных семей так что вряд ли они были хорошими людьми ты не можешь этого знать прости я просто сижу по своим они были жестоки как что мне трудно представить что у кого-то может быть иначе на расскажи мне о них наверное лучше тебе лучше тебе чем психолог тому он не отрывается от своей газеты я понимаю в чем ты ему на нас наплевать мои родители постоянно ругались и выпивали мне сильно доставалось бабушка спасала меня периодически забирая к себе но когда ее не стало больше некому было меня защищать отец любил запирать меня в подвале без еды воды и света однажды я провел там почти неделю я думал что больше никогда не выйду оттуда о какой ужас как ты к нам попал однажды на отец перестарался с побоями соседи достали мои крики они вызвали социальную службу и вот я здесь о теперь я понимаю мне жаль еще и повара на тебя натравили все нормально заебца что мы познакомились это хорошо я очень тоже рада что встретил тебя знаешь хоть мы тут почти с самого рождения мы так и не смогли ни с кем подружиться можно вопрос ты уже тут несколько раз говорила мы о ком идет речь мать твою не стоит ему говорить мы же почти его не знаем знаю но он был с нами очень кровенен может все-таки скажем как хочешь но если что это будешь ты виновата ладно мы расскажем и тут начинается жопа от вот это она вымахала да зачем не модель скажи мне пожалуйста так что-то как-то на очень 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 уставший все делал опачки так это то самое место вспоминаю место что ж похоже это место пробуждает воспоминание сильнее чем я думала а томас ладно надо продвигаться дальше надеюсь в приюте сохранилась хоть какая-то документация все эти путешествия в прошлое явно было не напрасно ну давай зайдем посмотрим жалко что она так все медленно делать что у меня есть то есть когда предмет ты используешь а он автоматически выбрасывается из инвентаря понятное дело что хрупкая девушка с собой кусачки носить не будет здесь нихуя не поменялось смотри здесь стояла еще такая печка конвектомат вообще визуально она похожа на сейф как хранилище реально где бабло хранят или золото потрепанный чайник блядь это вот тараканы и чайник я думаю точно переживут любую ядерную войну любые всякие катаклизмы как катаклизмы катапризмы все переживут и все будет нормально как новый там наверное еще чай не заварился блядь с тех времен как она выросла что это было черт возьми мать твою это птица была от однако я я и забыл что мы в ужастик играем я уже успел за я успел забыть во что мы блять играем ах невозмутимая моя ну если у тебя нога болит тебе так похуй там на то стекло понимаешь а куда недели вторую тут же была вторая о следы смотри здесь как бы такая припыленная поверхность и видно следы какой-то птицы доска может это джулия или джессика деревянная доска похоже крепкая хорошо будь твоей лучшей подружкой так что бля все нормально плохой звук плохой звук так выходим отсюда я так вроде глянул смотри тут все заколочено вообще странно что в этом месте смотри типа от вандалов до чтобы они не залазили все досками заебашили так нормально что ты позируешь я я вижу что ты хорошо выглядишь пейзажи не впечатляют естественно какие же должны быть пейзажи чтобы тебя впечатляли слушай а там нацарапано же было помнишь а там заказать сама зачеркана уже там где а плюс r там уже ничего нет крепления рассохлись и картины упали вот тут сидел тот мальчик который два пирожка ел видишь за присест как раз все лопнуло все полом еще одна доска у меня есть так это именно то что нужно и доски дедушки две вечных повести куда уходим с тобой о это уже интересно так быть похоже часть поломана на втором и часть пола на втором этаже обвалилась да как и твои планы на быстрое прохождение даже перила отлетели это балясины детка запомни выучим лет спеши о паркет между прочим тот самый классический стиль укладывания паркета настоящего из дерева да он будет скрепеть и тут даже призраки не нужны понимаешь в этом месте чтобы тут что-то скрипела он сам по себе скрипучий сука путь перекрыт нужно найти другой проход подожди нет но это элементарно ватсон дыра в лестнице наверх я понял но ты же можешь эти доски а может их не хватает типа я понял да видимо надо сначала еще поискать немножко только потом что-то найдем так ну идем сюда посмотрим что там у нас ну открывайся джессика а ходи теперь твоя очередь джессика ты дернула стол так нечестно ничего я не толкала опять уж валишь на меня стерва я видела как ты дернула ногой ножку стола ты бесишься потому что выпало плохое число я тут ни при чем ты думаешь я слепая мать твою прекрати кричать нас услышат если бы ты не трогала стол я бы не кричала заткнись 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 блин у него биполяра по ходу слушай жестко но это похоже на биполярку при том такую жесткую о доброе утро что 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 это за место а джулс джулия джули джулия я помню была такая песня постойте я контролирую все тело целиком что тут происходит но ты как говорил шарлок холмс оказалась чертог их нашего разума то есть находишься в той половинке себя где ты можешь контролировать все свое тело где ты подвластна себе и своим мыслям и ты как бы понимаешь чё куда и как красивые цветы идеальный сервис для чаепития чего блять под доской что-то есть нужно ее сдвинуть как-то ну смотри у меня ничего пока нет но мы как я всегда в таких играх понимаешь а тыкаю везде тыкаешь мыкаешь и все хорошо огромный мишка хуя себе размеры какой милый пушистик ну да ну да он пахнет клубникой тем более мы знаем что джессика любит клубничный джем окей а что там за окном за херота была ой мне тут не нравится кто тебя блядь забыл спросить это тебе или нет нам нужно сюда придем от мешков несет дерьмом о там что-то есть пожалуй я возьму это ну конечно куда же без перчатка смотри сейчас еще маску найдешь все нормально возможно перчатка мне пригодится что это это часть рычага какого-то как много клубничного джема может перчатка его взять не ну это тупо конечно крышка слишком туго закручена мои маленькие ручонки не справиться с этой проблемой но это да бывает так что банка может год постоять и даже взрослые ручонки не смогут справиться с этой проблемой если ты ножом там не падение чтобы воздух зашел так лампочка эти провода шевелятся вообще-то похоже на кишку блять не на а не на провод так все посмотрели мы здесь тобой ну ладно если и не думаю что это хорошая идея а я не знаю что ты думала что за окном это земля за окном такое впечатление что мы опускаемся с тобой на но ни хрена себе ладно так мишка его лапа застряла в люке может ее можно открыть да мы там уже были с тобой он как будто набит чем набит он пахнет клубникой кирпичами а типа он тяжелый казалось бы да мягкая игрушка но сдвинуть ее нельзя чё тут у нас о это уже интересно так к 12 и чё ай зачем подожди я вернулся обратно в подвал тут оказывается есть ящик я чуть не смотрел у них даже что это блять такое это жижа давно протухла кит консервы так я нашел по ходу то что мне надо было банки с консервами на херой нам упали с тобой у нас есть открывашка вот теперь уже все вяжется как вяжется сейчас мы быстро наведем порядок хуяк там что-то похожее на спицу какую-то что это я голыми руками туда не полезу это разве это же это же не клубничное варенье это какие-то кишки или что это так мы надеваем перчатку и достаем пинцетик мне таким за носу доставали медпункте хорошо но на этом-то не заказ а все уже то есть я мог например ткнуть сюда или ткнуть на правую и я случайно абсолютно нажал я-то думал что мы будем дальше открывать их но не тут то было так пинцетик а походу не все смотрел что это у нас такое какой симпатичный глазик давай его наверное пинцетом такие достанем да я не думаю что это хорошая идея ну раз тебе пинцет не нравится давай ножом не тоже не вариант да ну ладно у блять там что лежит глазу что-то застряло вот вот сейчас пинцетик нам поможет правильно блять как ты не можешь достать а чем может туда рычаг на достать она рычаг провернула вот это было пугарно не может достать но ножом-то разъебашь там тоже не могу достать а может разбить ее чем-то надо хер его знает так подожди тут еще есть сервис тут еще есть лампа идеальный сервис для чаепития я не знаю как это короче работает но я сейчас на паузе еще раз нажал пинцет выбрал его нажал и в этот раз она уже сказала что все получилось я достал то что лежало в том глазу крючок заебись я не понимаю как это вообще то есть первого раза нельзя со второго можно крючок наверное чтобы открыть этот ящик но больше вариантов у меня гениальных нет что-то блять происходит дождь надо убрать вообще нахер отсюда на дни я знаю что над ней щель мы уже видели и наверное этим крючком вот это кстати ключ похоже на медведь замечательно ключик а скажи что у нас было тут закрыто что мы не могли с тобой открыть вот это наверно это в эту мы не смотрели кстати ключик красивые цветочки тут все нормально тут все окей нижняя не открывается но видимо и не надо значит куда мы еще с тобой не ходили куда мы с тобой еще не ходи мне кажется мы уже везде были уже все видели в этом мире твою мать ты гонишь что люблять я ходил 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 и и понимаешь чтобы что-то запрятать есть такая великая истина нужно всего лишь это спрятать на самом видном месте как в данном случае с этим люком так что то есть а я хотел лапу посмотреть не выходит чё не выходит блять я не думаю что это хорошая идея так она смотри что можно вот так подойти блять вот кто бы блять до этого догадался скажи мне кто хорошо что даша проходила один момент она мне подсказала но мы вот ну как блять можно догадаться до того что лапу медведя надо подойти разрезать если тут хотя бы кровь какая-то была или там пунктирщик какой-нибудь не знаю кажется мышки в лапках что-то есть интересно что так мы взяли ключ хорошо с этими мышками делать ничего не надо ладно а раз теперь можно вниз давай посмотрим что у нас здесь тут еще один смотри такой же лючок и мы туда тоже с тобой отправимся ну чуткая попозже так костерчик это факелок смысле факел 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 может надо продезинфицировать нет но это вряд ли если мы будем что-то такое делать что это так какие-то египетские символы и тут что-то надо мне я не буду пока трогать тут написано 13 дьявольская 13 число ну мы покороче поняли с вами это что что это блять тобой все в порядке мать этот кирпич можно вытащить ну давай вытаскивай смотри чтоб на голову не упал некоторые вещи осматриваются а я могу вот так здесь вот этот символ и типа 2 и что ну короче мы поняли что то должно быть так здесь вода смотри тут рычаг подожди у меня такой рычаг был по-моему не да вот же такая ебала смотри рычаг отлично гениально мать твою а смотри вот этот знак 0 и вот этот x его даю петюлечка это 0 может последовать типа 0 ну как бы 0 а значит какие у нас вообще символы тут есть такой а такой таких не так чтобы прям много понимаешь так это точно нет вот этот давай пусть он пока будет ладно чувствую что к этому мы с тобой еще вернемся так факел а каждый факел можно осмотреть каждый факел осматривается но никакого взаимодействия вроде как бы нет так что я могу здесь нужно как-то опустить мостик я понимаю точно 0 бля там x еще какая-то ебала а это я воду возвращаю вот если я солью водичку то там будет как раз этот символ ладненько пошли сюда посмотрим чё у нас здесь пожалуй я это возьму мы взяли с тобой ведро а может надо набрать было эту кровишку хер его короче знает так это что у нас это именно то что мне нужно вон смотри на царапаны еще то ли это пять то ли это два ну короче вот этот символ есть мокрый след понятное дело забавный звук так а могу я сюда спуститься нет никак не могу давай сейчас вызовем кровь мы просто поэкспериментируем как получится надо набирать ее тут нет брала нет не так это не работает как видишь ладно а смотри мы с тобой взяли лом я предлагаю давай сначала вниз пойдем наверное а потом уже поднимемся посмотрим откроем эту половицу глянем что там было интересного бля мы в какие-то ёбану спускаемся в самую жопу походу твою мать о господи джулс это ты джулс бля а это ваш вторая половина наш второй альтер-эго так прямо какая-то пасть довольно таки острый зуб и чё я просто на него нажала на него повиснул а что что еще раз пока хихикал я не успел понять что там надо было о то есть два раза так делаешь но не чего у меня уже такой есть ключ у меня уже такой есть смотри у меня таких три ключа ни хрена себе что еще тут есть получается все туда можно уйти типа то есть это горло мы поднимаемся наверх но пошли попробуем половицу открыть может там чего интересного есть но по идее должно быть тут загадка да это мы с тобой еще не решили это пока непонятно как делать так мышку мы сделали вот с медведем конечно полная жопа я не я не понял лично так открывай давай достанем значит у нас с тобой есть кирпич есть ведро и вот это дело что здесь мать твою а что они здесь запрятали странный сверточек некоторые вещи осматриваются я понял так это можно смотреть музыкальная шкатулка за балериной к ней была приложена записка давай где она записка где а вот понятно 4 не по дожди записка алёх сравнить ключ с отверстием узнать порядок 43 а медведь подвал это видимо вот эта вода где была где мы лом взяли и зубы то есть два три 4 1 типа 1234 узнать порядок но порядок наверно такой в которой последует последовательности мы нашли эти ключи скорее всего вставлять только там где был найден ключ ну логично так здесь мы тоже нашли ключ ански с тобой да но у нас нет четвертого ключа то есть получается надо найти там на третьем уровне ключа без него он как бы шаманить смысла то особо и нет а нахера мне ведро воды то тут нет может факел потушить надо было кстати у хороший вариант все мои хорошие варианты очень быстро отсекаются так тут ничего ладно идем ниже вот тут момент не ясен смотри мне не водичку обратно вруби 0 так руби водичку да вот так вот встань сюда не не набирается пока что не ясно вот тут символ а подожди стоп может на факел надо не а почему нет денешь ведро на факел почему мысль же идеальная о это что такое что это на ручке факела хорошее все таки факел надо было осматривать так бумажка подожди 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 сейчас а вот это один вот это один может это сколько раз нажать надо на эту поебень слушай может это не последовательность а просто сколько раз тыкнуть или хер его знает сейчас будем разбираться так тогда сливай воду это 0 там один небо они стоят же типа так все правильно так значит там был значок такой вот это было так это это не то это вообще непонятно что давай оставим так я не знаю что вообще я просто тыкал тыкал сидел наугад пытался понять какая-то логика же должна быть то ли надо число 13 был собрать а то ли нужно было по какой-то определенной последовательности там нажимать хер его знает а ключ крепко привязан ну благо у нас есть с тобой и нажимать все артерию разорвали как мне в этом вернуться в приют берта опять меня отлупит а ключ собери пожалуйста спасибо пожалуй я это возьму а вот теперь мы должны у нас есть четыре ключа мы должны по идее вернуться на сам верх и а теперь мы должны с тобой использовать шкатулку так а какой здесь здесь мишка ж был по-моему да мишка у нас был зрим мышка мышка мишка потом сердце сердце и что-то еще короче непонятно а так мишку мы нашли самым первым правильно мишку мы вставляем здесь играет мелоди но сама фигурка никак не крутится так это есть окей это мы сделали а зачем нам ведро я таки не понял но но есть короче в инвентаре и окей ладно а здесь мы взяли из мышки а ключи-то осматривать нельзя они просто все ключики понимаешь называются так а их осталось 3 все нормально окей они хотя бы пропадают уже уже как-то легче на душе становится а значит тут видишь потрескалась значит все правильно так это мышка мышка была найдена у наверное сюда да попробуй так мышка есть из мышки достали мышку из дуле ключ из мишки ключ из мышки так чудо не произошло да илья неправильно сделал подожди-ка а вот смотри все нормально так теперь нам нужно опуститься ярусом пониже и тут мы взяли с тобой последний ключ а там внизу еще четвертый отлично так берем шкатулку блин вот это неудобно то есть один раз нажала но пропала не там тыкнул все пиздарьки а так какой я взял последний кровавленный был из сердца или бля я не помню черт так сердце и но тут же было сердце правильно значит логично что наверно вот этот странная мелодия уж не то нажали так а ну покажи ко мне еще раз но вроде все правильно хрен его знает но в форме сердца сердце понятно так все опускаемся еще ниже и здесь попробуем просто если это неправильно то придется получается делать все заново то есть я так понимаю а может не придется посмотрим может нам сегодня повезет будет хорошо конечно ну типа горло дашки попасть горляна смотри какая так берем еще раз и у нас остается последний ключ тихо вот последний получено достижение в стиме значит мы делали все правильно о она змеей стала подожди я чуть не видел ни хера себе я боюсь спросить чё происходит джессика ты в порядке я думала что сам с ума сойду нахер ты вся в крови почему мы отдельно отдельно друг от друга я не знаю но это очень странно мне страшно это как будто какой-то дурный сон да все ощущается вполне реальным мы же просто играли в змеи и лестницы что происходит вот the fuck is going on что-то короче происходит видимо игра вышла из под контроля и все пошло не так как надо джесс джулс что с вами опа и пропали тут мы впервые провалили свое сознание еще и по такому дурацкому поводу хотела бы я снова услышать тебя джулс релейтед чаптер уан вот мы прошли первую главу вот как я и говорил игра проходится в смысле глава быстро если конечно не затупить на какой-то из загадок в общем неплохо в принципе очень даже неплохо мне понравилось я бы еще попроходил бы дальше жалко что так коротко так у нас снова черный экран спасибо за игру подписывайтесь на аккаунты следите за обновлениями если вам вдруг понравилась игра вы можете помочь ускорить процесс создания второй главы то есть можно помочь разработчикам если вам игрушка понравилась то собственно вот так вот можете помочь и мы быстрее сможем с вами узнать что было дальше ну а на этом будем прощаться спасибо что смотрели меня зовут брей по-прежнему всего хорошего пока пока